И снова всем привет, дорогие друзья! Давайте поговорим на такую тему, что же стоит запастись для садово-огороднического периода. Для этого, конечно, нам нужно иметь все необходимое, чтобы не оказаться как бы пойманным врасплох, чтобы у нас все было. Так, здесь у меня, конечно, семена. Их уберем в сторонку. Я уже их показывала. Так, здесь тоже семена. Так, ну давайте вот с этой коробочки. Конечно же, будем использовать сидираты перед посевом. Нам нужен будет фитоспорин. Конечно, он защищает. Это для профилактики и лечения любых болезней грибковых, корневой гнили, ржавчины и других болезней. Корневин я вообще использую, друзья, всегда и везде. У меня всегда стоит он разведенный. Я добавляю при поливе и рассады, домашних цветов также использую. Так, вот это нам очень нужно. Гума от калия, конечно, для подкормки нам понадобится. Защита, конечно, от фитофтороза. Вот такой профит. Все это биологически. Вот такой максим для обработки корней клубней, картошки, цветов. Вот это, конечно, надо нам, чтобы защитить от гусениц. Вот такие вот. Тоже от комплекса вредителей. На капусте, например. Любят капусту покушать. Всякие нежелательные гости. Вот такая вот тоже. От фитофтороза. Гром, конечно же, от муравьев. Но у меня есть тут еще такой хорошенький препарат. Финский я им пользуюсь. Марганцовка тоже, чтобы как бы можно почву продезинфицировать. Борная кислота. Конечно, если нет бора, нет урожая. Борная кислота нужна всегда. Ну, тут тоже отряда болезней топаз. Вот такой вот нам будет нужен. Ну, Максим я показывала. Это, конечно, от вредителей, которые живут в почве. Вот такой почин. Тоже разводится. Все читаем инструкцию внимательно. Так, ну, здесь марганцовка. Так. Все это нам надо, чтобы нас ничего не поймало врасплох. Так, что же здесь у меня? Ну, здесь то же самое, друзья. Вот Гром. Так, немножко семян тут весь. Фитофтороза. Атлет. Тоже от протравитель. Лука, чеснока, клубни разных. Тоже от Тли и Белокрылки. Вот. Тля вообще такой очень вредоносный вредитель, который обитает на всех наших культурах. Также нам понадобится удобрения. Разные всякие. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас тут есть. Диамофоска. Внимательно смотрим на формулу. Это в период, когда завязываются плоды. 10, 20, 26. Ну, это насыпаем землю при посадке. Суперфосфат. Минеральные удобрения я чаще использую для цветов. Для овощей, конечно, у меня идет зола. Идет навоз. Вот такая селитра кальциевая. Тоже хорошее удобрение, когда бутоны уже появились. И чтобы бутон был сильный, большой и красивый. Тоже добавляем его. Разводим. Смотря инструкцию на упаковке. Ну, вот, друзья, моя аптечка такая. Все это нам нужно, очень нужно, чтобы защитить, предотвратить различные болезни, вредители. Ну, вот, друзья, такое коротенькое видео. Чем стоит запастись, чтобы все у нас было с запасом. Как говорится, готов сани летом. И уже, надеюсь, что меня не застанет врасплох. Разные такие ситуации, которые встречаются в огороде. Ну, вот, друзья. Всем спасибо. Всем хороших урожаев. Скоро начнем сеять. Всех с наступающим. И до новых встреч. Пока-пока.